Лет назад копать, Игнатик, помнишь? Ого, крот нарыл! Это прям новое, свежее. Это земля хорошая, вот эти на рассаду сейчас ее вызовут. Литру сливок, я его поймаю. Хе-хе, здорово. Сейчас я вас открою. Это один крот столько нарыл? Да. Что-то я не пойму, как открывать. Да как у президента тут открываешь. Ручки нету? Нету. Уже сломали таких, возил тоже. Поехали. 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 А это досками, уровень воды будет подниматься, доски вставляют вон туда. Ну, посмотри, какая работа. Ну, тут раз бы сделали, может, чуть похуже, но сделали бы. Нет, а там только вал, вон земля. Вон он тот вал лежит. Вон он тот, который за березками. Это тогда делали. Углубления-то не было. А это видишь, куда он поднял? Углубил на сколько? А там, вон, смотри. А это оставили, откуда вода заходит. Ага. Она может здесь и не подняться. Может и подняться. Этот уровень выше, чем тот. Да. Если уровень будет выше, там можно перекрывать, перекрывать, чтобы поднимать. Думали нанять экскаватор Драглайн. Метра на три еще увеличить глубину. Потом бросает и канатом тащит. Ковш большой. Губометровый. Смотри, какая работа проделана. Смотри, какая красота. Одни березы, дальше одни осины. Это самое красивое озеро будет. Да вы вот так назаёте, южное? Вот это? Да. Это южное. А Грышковский, это северный. Ага. Запрудили второй мостик и обводной канал сделали. Вода пойдёт, можно будет там поднимать в канале. И второй мостик поднимется на 2,5 метра вода. А здесь сейчас уже карпы, вот такие вот карпы за лето. Здесь воду-то поднимаем. Весной ещё на 70 сантиметров поднимется. Посерёдке железобетонный был, который напротив лагеря-то. Нынче забутили его, это в другом месте стук. Ну я это, имею право ловить. Я немножко помогал же. Давай. Не может отключать. Я на колесо. Запусти. Ему это память будет. Едем теперь на другой пруд. На северный. Бог даст осетров здесь заведём. Низдумай никому говорить только. Угу. Бобров много. Бобры одолевают. Бобры. Деревья прям валят все. Бобры. Ну я видел, где молоканка-то. Да. Слава Богу. Приехали на пруд Рыжковский. А фамилии-то как? А фамилии потеряли. Крайних найдите-то. Вот охотники уже охотятся. Да. Во всю. Мак кофе пьют. Все. Ну да мы тут много работали тоже. Все стаскали. Это, Никита, ты это дней через десять, чтобы это вычистил. А вот посмотри. Какая глубина. Какая глубина. Вот здесь вот все кустарник. Вот такой вот роз. Это все выпилили. Вон кустарник. Здесь подняли насколько его весь круг. Вон насколько видно. Ага. Ну и там посмотри. Понял, Никита? Десять дней. Десять дней трубу почистить надо? Да. У меня тоже забитая. Я его домой возьму, эта трость. Угу. 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 Мне десять дней хватит хлебать эту вот. Гартошку копать. Вот от этого вот куста вон до того это была прорва. Ого, как размылось, а? Хорошо, что она родниковая. А вот вставляются доски, поднимается уровень. Ну хорошо, это сколько? Два с половиной? Два восемьдесят. Два восемьдесят. Хорошо это. Видишь, как здесь перед этим все сделано? Здесь и там. Какая работа проделана? Три кубика в секунду может скидывать. Конечно. Вот два метра почти поднимается. Если будет. Там вал возвели с той стороны. Здесь у меня главный будет Володя Кустинов. Ему этот пруд нравится. Я ему говорю, ты начальник, смотри за ним. А бензопилу не дает? Дает, давал. А ты, конечно, в прошлый год еще не раз дал все. А потом Андрею дал он. Это все вот это кустарник было, это все выпиливали. А здесь с избытком сделали и фрорва была. Потому что осаждаться маленько будет, чтобы она дошла. Ну три года грунт садится. Вот. Какая глубина какая. Здорово. Удочку готовьте. А? Рыбу приезжайте ловить. Говорю, удочку готовьте. Так Игнатий ничего арестовывать не будет. Ха-ха-ха. Четка квоту выпишем. Сколько рыб. Я же прописан-то в село Корчино. Я же не местный житель-то, Алексей. Сделаем пропуск. Сколько машинных следов-то. Кто тут ездил? Охотники. А куда же они подъезжали? Стреляют в уток. Вот подняли куда. Видишь, сколько вал подняли? Да. Сейчас съездим на который Симаковский назывался. И который лагерный. Посмотришь, какая работа проделана. Да давай, это Валя ждет. Ругаться будет. Валя ждет, ругаться будет. Не будет, они ей сказали. А то нам охота тебе показать, чтоб ты все вспомнил. Тебе приятно будет. Видишь, сколько лесу завезли. Хлён, это все ошкурить надо было. А что, я его в молодости рыбачил здесь. Ну да. Вон видишь, что. Это утку убили. Видать, утка была убита. Пожарили ее. Ну и хорошо, как сделали, обложили, чтоб огонь не пожег. Это какие-то охотники-то такие хорошие. Ну давай. Поехали. Слава Божию. Маленька, начинай снимать. Смотри, сколько техники. А он и не поехал. Да это с урывок, желудов там. Вот это вот, его эти, трактора. Так, можно снимать. Что-то затормозило он их. Куда они разогнались. Вот так. Сейчас там будут ультивировать. Пахать, наверное, нанятые. Но. Ага, они сюда не поедут, видать. Похоже, так. Это, наверное, Игорь нанял. А тут первый мостик засыпали. И второй мостик. И теперь дорога напрямую. На урывку прямая дорога. Вот это да. Ну, заглушку или трубы? Нет. На первом. Еще там нету. Просто сорвет потом и все. На время. Там хотели сделать большой прицеп. Поставить на шпалы. По прицепу проезжать в машине. А это нас их насыпали. Потом песок. Под этот гравий обошелся 230 тысяч. Песок, который насыпали, 80 тысяч. Вот считай. И бульдозер, полторы тысячи в час. Сейчас там мимо нас завернешь, где костер. Там показать. Там рядом все уже. Тут пять километров можно ехать по деревне. Скорость пять километров. Гараж построил, да? Да. Купил Беларусь себе. У него в Беларусь сейчас два трактора. Но он эти зимой купил в Порщины. Может быть. А у Турова Игорь купил машину в самосвал. А у Турова там совсем. Алексей Косых в Мамонтово работает. Колбасный секс там на ладан дышит. У них дело плохо идет. Ну, как не идет, но не один год потрудились. Поработали. Вот сейчас перекрыли. Вот это все песком будем засыпать. А потом щебнем. Видишь, сколько работы. Загородили все. И там мы доски-то осмолили. Отработка. Отработка от машин. Да что, народу мало что. Будет народ. Будет народ. Ты там Павел-то ездишь, чтобы увозил с меня. Там высчитай сколько. Что Володя Паченко еще помогал. А то вообще посели бы. Так он главный работник-то. Он смышленый, быстрый. Как огонь. На днях ногу ему чуть не переломило. Гипс наложили. Потом сняли. Деревья, которые мешают проводам. Мы их на веревке натягивали. Отпиливали. Подвешивали. И одно застряло. Он начал поднимать. Оно сыграло и ударило его. Петр Калашников говорит, не растут. Вот это Володя купил этот дом. Володин дом это теперь. Какой? Калашников. Володя Пащенко дом этот. Купил? Да. Ну что ж он такой маленький и в таком большом доме будет один жить. А он один не будет. У него человек 30 будет тут. Ага. Уже сегодня были здесь семеро. Но все не отработано влево. Да. Родные места. Сколько лет я отпад здесь? Да. Потихоньку сейчас направо вот сюда вот. Вот на машину. На машину вот туда. Вот поворачиваем. Вот она дорожка. Да. А то сам смотри. Да еще села-то смотри сколько. Считай Игнатина. С десяти до шестнадцати лет. Вот здесь ходил пацан. Это что? Не дерево попало? Там вроде ямка. Да так. И потом приехал в Савонзе. Тоже еще три года. Ну мы пока подменные были. Но пошли по очереди. Все это родные места вот эти все. Вот я тебе и хотел их показать. Что ты это все вспомнил. А я туда не поезд. Плохо что это. Нельзя вылезти самому. Ручки нету. Да как потерять то могли. Прут костровый. Какая еда какая. Не знал я это. Мы за один день это все сделали. Повтыкали их. С такой скоростью работали. Я с Ломиком. А Володя с Виталиком. Стругали и втыкали. Весной можно будет поднять. Это мы ждали пока сядет. Поднять еще вот на этот уровень. Смотри. Ну ты доски положил уже. Вот. Видишь как загорожена там сетка. Рабится. Посадили. Все приросло. В прошлом году и нынче маленько тут добавили. Больше то не надо. Этого хватает. Вон утки играют. Вон в конце плавают. Вот хотели здесь нанять дрэглайн. Чтобы углубить метра на три. Рыба здесь большая была. Никак трактор не найдем. Где-то далеко-далеко. Каждый час 2300. Да и плотина то узкая опасная наверное. Ну вот он был. Она узкая конечно. А вот то узко то покажем когда. Вот где узко то. И вот здесь подняли. Здесь вода поднята намного. Там внизу кирпичами выложено. А то все ушло под воду. Видишь доски то поднимают. А потом еще одна доска закладывается. Ну я в общем лет десять пас. Три года когда подростком был. Это шесть лет. Понятно. И из Фрунзи приехал. Тоже. Года четыре пасе. Ну да. Вот видишь как. Это вот называется костровый теперь. Костровый. Костер рядом. Вон костер. Видишь. Вот. Яма. Картошка. Каждый отец. Мы знаем как Шимаковский. Да. А ты перекисил костровый. Сейчас мы еще заглянем на этот. Это самый сложный пруд. Уже подняли. Рыба уже такой карп нынче. Да хватит Игнать. Ты валишь. Ждешь. Ну что ты. Ну ты с той стороны когда-нибудь зайдешь. Ага. Через второй мостик. Ага. Ну и увидишь этот пруд. Какие к нему дамбы возвели. С двух сторон. Нынче там вода христала. Ну все тогда Алексей. Ну что. Садитесь. Вольно его ждем. Все. Включаем.